С 15 ноября в Саратове повышается стоимость проезда во всех видах общественного транспорта. Но цена билета вырастет не так значительно, как того хотелось бы перевозчикам. В руководстве Саратовгорэлектротранса вообще говорят о том, что два дополнительных рубля ничего не изменят в финансах предприятия. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Транспорт ломается, чинить не на что. Об этой проблеме саратовские перевозчики заговорили еще летом. Тогда курс доллара уже изменился, и детали для ремонта автобусов и маршруток значительно выросли в цене. Запасные части выросли не на 20, не на 30%, а именно в разы, то есть в два-три раза. По одной простой причине, что техника, которую мы все эксплуатируем, к сожалению, импортного производства, соответственно, экономическое состояние и страны, и курс европейской, и американской валюты, мы этим очень-очень сильно сыграли. Перевозчики в один голос твердили, повышать цену на билет нужно срочно, причем не на 2-3 рубля, а как минимум на 7. По мнению руководителей транспортных предприятий, стоимость проезда в маршрутке нужно было увеличить до 24 рублей. Однако областные чиновники вели свой подсчет, сопоставили данные и решили, для того, чтобы перевозчики могли стабильно работать, достаточно повышения билета до 18 рублей в маршрутных такси и до 17 в автобусах большой вместимости. Перевозчики работали безубыточно, вот такой тариф, который сейчас установлен, его на сегодняшний день достаточно. Конечно, перевозчики хотели завысить тариф. А вот кому действительно придется не сладко, так это Саратовгорэлектротрансу. Цена за проезд в троллейбусах и трамваях увеличится до 17 рублей. Но финансовая ситуация на предприятии такова, что повышение не спасет. Что касается повышения стоимости проезда до 17 рублей, то эта мера не спасет Горэлектротранс. Такая мера поможет в какой-то степени, но от плачевного предбанкротного состояния, в котором находится предприятие, не спасет. На сегодняшний момент, чтобы предприятие более или менее работало в ноль, необходимо 24 рубля за билет. Конечно же, 24 рубля смысла делать нет. Если СГЭД сделает 24 рубля и докажет свою правоту, то толку все равно от этого не будет. Потому что частные перевозчики будут демпинговать, и стоимость билета будет меньше. Долги за электроэнергию у городского МОПа достигают десятков миллионов рублей. Энергетики раз в несколько месяцев грозят отключить транспортные сети. Но сегодня готовы к компромиссу. Найдена живая схема, которая требует определенных усилий и затрат времени на ее реализацию. Это компенсация из бюджета, там часть затрат, которая позволит до конца года дожить, а там можно новые механизмы вводить, какую-то срочку дать. Городские власти понимают, Саратовгорэлектротранс могут спасти лишь радикальные меры, а не повышение стоимости проезда. Сегодня разрабатывают новую концепцию развития. Правда, реализовать ее смогут не раньше, чем через два года, а до того момента предприятию остается лишь держаться на плаву.